всем привет с вами олег хапаев мой канал тренер хапаев олег универсал спорт мы здесь говорим о коксоартрозе о суставных заболеваниях вообще о спорте и сейчас я хочу сфокусировать ваше внимание на главной мысли что важно в первую очередь при коксоартрозе вот что самое главное что самое важное на что сделать нужна акция самое главное при коксоартрозе это научиться таз вставлять во внутрь в себя вдавливать и паховую часть тоже вдавливать себя то есть войти в вертикаль вертикальную ось координат вот при таком положении вы будете чувствовать себя более уверенно при ходьбе то есть прекратите ходить уточкой отставляя таз назад это первое второе ваша задача постоянно растягивать подвздошно-поясничную мышцу но я бы отделил я бы назвал подвздошную мышцу то есть там где паховая боль у вас идет вы должны с утра днем и вечером постоянно делать какой-нибудь валик искусственный валик из подушечки или если у вас уже боли нету можно валик массажный подкладывать под крестец и выдавливать подвздошную мышцу растягивать таким образом ложится вот как вы проснулись ложится и лежать чувствовать как у вас боль потихонечку уходит она сразу не будет уходить будет дискомфорт но если вы сделаете минуту-две полежите потом сделайте отдых потом опять полежите на валике то на третий на четвертый подход вы почувствуете что вам достаточно комфортно вот работать с подвздошной мышцей это самое главное потому что в лежачем положении в горизонтальном состоянии она получает не так нагрузку как она получает при вертикальном положении когда вы ходите поэтому вот это самое главное раскрепостить расслабить подвздошную мышцу для того чтобы у вас дальше включились все остальные мышцы в работу она как будто бы как нет некий барьер она вот тот тот момент который от которого нужно избавиться в первую очередь но ни в коем случае не доводите это дело до фанатизма не пытайтесь растянуть со слезой на глазу то есть делайте все очень тихонечко потому что она находится в спазмированном состоянии именно она одна из тех мышц которая стягивает вашу переднюю часть таза с ногой и у вас не выпрямляется сгибатель бедра до конца именно она является виновником этой ситуации и она одна из тех мышц которые дают вам вот это болевое ощущение поэтому потихонечку растягивайте примите во внимание вот это утром днем вечером вы можете это делать в любое удобное для вас время но это должно стать и для вас первоосновой спасибо вам за внимание спасибо что смотрите пишите пишите мне во все контакты которые есть под видео и будем общаться лично если у вас есть персональные какие-то вопросы ко мне всем пока